на многих каналах современного телевидения. Здравствуйте, вы смотрите программу «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом. Почему эмблемой Красного Креста является Красный Крест? Хороший вопрос. Год Хэт. Скажите, Год Хэт, а вы думаете, может эмблемой Красного Креста быть Крест Синий? Вряд ли. Но чтобы разобраться, надо поехать на родину Красного Креста. Вот это то, что вы видите, красивый форт или крепость, это и есть главное здание Международной Организации Красного Креста. И находится это в Женеве. Именно здесь, в 1864 году, и появилось, и учредилось это Всемирное Общество, Международный Красный Крест. Под зданием Международной Организации Красного Креста находится музей, музей Красного Креста. Вот этот камень, основание музея, был заложен в 1985 году. Кто заложил этот камень? Нэнси Рейган и Раиса Максимовна Горбачева. Именно тогда наше общество сделало первые робкие шаги к свободе. Вот эта вот группа людей, заложники жестокого обращения. Это как напоминание об ответственности человечества за защиту прав человека. Вот все это было заложено сначала в идее создания общества Красного Креста, а потом воплощено и в музей. Да, да, вот это главный вход и надпись на центральной сцене. По-французски я вам переведу это на русский, потому что произнес эту фразу Федор Михайлович Достоевский. Каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле. И сажусь я на скамеечку рядом с тремя фигурами, которые называются окаменевшие. И символизирует вот эта вот композиция, естественно, защиту прав человека. Огромное количество экспонатов, документов, фото, даже видеоматериалов, рассказывающих о человеческой жестокости с одной стороны и о великой благотворительной миссии Красного Креста. Вот эта комната посвящена человеку, скульптура которого расположена здесь, называется «Анри Дюнан за работой». Вот этот человек и придумал великую организацию «Красный Крест». В 1859 году молодой Анри Дюнан оказался свидетелем чудовищно кровопролитной битвы во Франко-Австро-Итальянской войне, знаменитая битва Пресольферина. И это настолько потрясло его. И тогда Анри Дюнан написал свою знаменитую книгу, фрагменты, которые вы видите на этой стене, воспоминания о битве Пресольферина. И разослал ее правителям всех стран мира. И под влиянием этого замечательного человека здесь, в Женеве, в 1864 году была принята конвенция об улучшении участи раненых в сухопутной войне. Эту дату и можно называть началом или основанием Международного комитета, Международного общества Красного Креста. Архив, Международный архив пленников Первой мировой войны. Он входит в сокровищницу ЮНЕСКО. Этот архив, он состоит из десятков тысяч карточек всех пленников Первой мировой войны. И принцип этот заложен Анри Дюнаном. Помогать раненым абсолютно независимо от того, на какой стороне он воевал, кто в кого стрелял, главное помочь. Эти глобусы, так живописно расположенные на берегу Женевского озера, рассказывают о экологических катастрофах, которые происходят сейчас в мире. И жертвами этих катастроф тоже занимается общество Красного Креста и Полумесяца. И совершенно закономерно, что общество Красного Креста символ Красный Крест. Почему? Ну это же швейцарский флаг. Только там белый на красном, а этот красный на белом.